После матчовой пресс-конференции главного принятия футболного клуба «Висей» Андрея Тихонова, Андрей Владимирович. Во-первых, поздравляем с первой победой. Ваш комментарий в воскресенье? Я внизу уже давал комментарий. Но, повторюсь, что настрой у ребят был очень хороший, потому что мы все прекрасно понимаем, что команда может играть лучше и находиться на более лучшем, наверное, в таблице месте. Потому что я видел, как ребята в том году играют. Да, у нас произошли потери, и потери значительные. Помимо, я не беру Олега Ланина, еще Глушков у нас ушел. Плюс у нас коноплин, получилась связка крездообразная на последнем сборе. То есть Андрей Чуканов, который мы взяли, как бы полузащитник. И здесь мы понимали, что мы столкнемся с проблемами. Плюс у нас три центральных защитника всего – Стешко, Хозин и Кичин. В данный момент Стешко еще травму получил. Поэтому у нас есть проблемы, наверное, с составом, с наполняемостью. Так что в каждом матче происходят травмы серьезные, которые мешают готовиться к игре. Если брать по игре, я считаю, что в первом тайме мы выглядели довольно-таки неплохо. Да, сказать, что голевые моменты, наверное, их не было. Но было количество подходов. Если, не знаю, там 5-6 угловых мы подали, наверное. То есть это говорит о том, что команда пыталась идти вперед. Да, не получалось, да, не доводили до какого-то серьезного голевого момента. Но мы старались это делать. Все-таки Торпеда тоже. Они провели качественные сборы. Они играли со всеми командами премьер-лиги. Поэтому уровень мастерства обороны и организации игры, наверное, поэтому нам не хватало где-то остроты какой-то. Наверное, не хватало. И в конце первого тайма мы немножечко упустили инициативу. Там, наверное, слишком поверили в себя, то, что у нас получается, то, что мы хорошо прессингуем. И было несколько потерь простых в центре поля. И как раз вот эти опасные атаки, торпеды, они были. Второй тайм начался, я думаю, что все-таки помимо двух удалений, там еще, возможно, раньше было, потому что еще в первом тайме в первом тайме была очень грубая, жесткая игра со стороны Горбунова, если не ошибаюсь фамилия, правого полузащитника. Там тянуло тоже, может быть, на красную карточку. Но, повторюсь, то, что забили, это хорошо. То, что, может быть, мы не полетели вперед, забивать второй и третий, наверное, болельщики, специалисты скажут, наверное, это плохо. Не смотрелось. Но в данный момент все-таки три очка, которые мы заработали, заработали своей игрой, трудолюбивыми, я думаю, что важнее, если бы мы выиграли, допустим, 3-0. Возможно, было бы 1-0 или какая-нибудь там опасная атака или стандарт. Вы сами прекрасно понимаете, что это могло бы привести к другому результату. Все-таки сыграли где-то в контроль мяча, где-то мог еще Саша Масловский забить с хорошего прострела. То есть могли увеличить где-то результат. Так что я считаю, что вполне заслуженная победа. Насколько серьезна травма Стешкова? У него вот такой голеностоп после первого тайминга был. Поэтому я не знаю, если обойдется что-то легким, но я думаю, несколько недель. Если будет какие-то надрыв связок, то это гораздо больше. Так что еще раз говорю, что у нас потеря серьезная очень. Я так понимаю, что травма усугубилась в моменте с ползом, в начале первого тайма, в самом начале, когда на метод обедился? Не в начале, в конце первого тайма. Как раз когда мы пошли. Что касается уже после перерыва? Нет, он уже и так еле хромал. Он вышел попробовать. Сможет он, не сможет. Поэтому он скажет, я выйду, я посмотрю, если смогу, смогу. Нет, нет. Поэтому эта травма была как раз нанесена как раз за 3-4 минуты до конца первого тайма. Хочется поздравить вас с голом Дениса Тихонова. У меня в связи с этим такой вопрос. Кандидатура бьющего штрафной удар из этой позиции, она обсуждалась до матча или это был экспромт? Это не экспромт. У нас есть футболисты, которые бьют и справа, и с левой ноги. У нас порядка, наверное, троих футболистов, трех футболистов, которые могут быть штрафными. Возможно, четыре даже. Так что здесь все зависит от позиции. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Андрей Валерьевич, как оцените в целом игру новичков команды? Базурина, Садуева, Тихонова? Смотрите, Садуева мы взяли вообще 3-4 дня назад. То есть, понимаете, нам досталось наследие от... С предыдущего года у нас не было ни одного крайнего полузащитника. То есть это мы сейчас взяли, допустим, я взял в аренду. Он находится у родины в аренде, это мой сын. Второй Мазурин с Динамо-2. У нас не было вообще крайних полузащитников. Предыдущая схема тренерская. Ни в коем случае не умоляю достоинств. Но там крайних полузащитников нет. Там есть Ром в середине, и все футболисты, которые были собраны, это все центральные полузащитники. Поэтому получилось так, что вот мы взяли два... У нас два крайних полузащитника плюс Коноплин, который мог сыграть одного из флангового полузащитника, как раз в конце сбора сломался. В конце сбора сломался на последней игре. Поэтому в срочном порядке мы взяли Садуева. Он оказался свободным агентом. Мы прекрасно понимаем, что покупать мы никого не можем. И 22 число – это был дедлайн, когда можно было кого-то заявлять. Поэтому мы можем брать только тех футболистов, которые остались без команды свободными агентами. И отсюда Садуев был как раз на рынке. То есть не то, что мы платили за него, просто это хорошо, что он оказался. Посмотрим, как он будет выглядеть. Здесь как раз есть ещё 13 игров, чтобы проявить себя, чтобы, возможно, остаться на следующий год. Ещё раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.